Несколько минут назад к нам пришло сообщение от Евгения Пригожина, в котором он объясняет, зачем же он все это сделал. Не могу сказать, что звучит это очень убедительно, но тем не менее перед началом разговора давайте послушаем, чтобы синхронизироваться. Я получил тысячи вопросов по поводу произошедших событий. Для того, чтобы не было кривотолков, хочу ответить на главный из этих вопросов. Первое. Какими были предпосылки Маша Справедливости 23.06.23 года? ЧВК «Вагнер» является, пожалуй, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а возможно и в мире. Это были мотивированные, заряженные бойцы, которые выполняли огромное количество задач в интересах Российской Федерации и всегда только в интересах Российской Федерации, в Африке, в арабских странах и во всем мире. В последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине, выполнив серьезнейшие задачи. В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 23 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки своего опыта во время СВО, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой боевой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом-двумя. Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК Вагнер в целости и сохранности, были использованы. Но ни один... Он лично поддержал вот это решение Министерства обороны, сказал, да, необходимо, чтобы были подписаны контракты. То есть, вроде как Путин солидаризировался с Шойгу, тем не менее, ни одного плохого слова лично про Путина Евгений Пригожин так и не сказал. И уголовное преследование его также было отменено в результате вот этих, значит, якобы договоренностей Лукашенко и Пригожина. Что вы думаете на эту тему? Давайте, прежде всего, начнем с того, для чего происходил вот этот самый поход на Москву и вообще в чем заключался суть этого мятежа. Честно говоря, вот уже больше суток тому назад, двое суток почти тому назад я именно это и написал, что сегодня, сейчас рассказывает Пригожин. Непосредственной причиной этого мятежа являлась попытка Министерства обороны и Генерального штаба, совершенно очевидно согласованная с Путиным, если не по прямому приказу Путина, расформировать ЧВК Вагнер и, соответственно, там, растасовать их по разным военным квартирам. И это подтверждается всеми остальными действиями. Это первое. Второе, о чем вы тоже только что сказали, никогда Пригожин не выступал ни против Путина лично, ни против путинского режима, ни с целью захвата власти, ни говоря уже, не говоря даже уже об изменении, но даже захвата власти для самого себя или даже завоевания какого-то места во власти, в нынешней власти, исключительно речь шла только о том, чтобы обеспечить безопасность для себя, для своих людей и то привилегированное положение, какое ЧВК Вагнер занимал и занимает, по крайней мере, пока сейчас, в структуре силовых органов России. Третье, идеологическая составляющая действий Пригожина. Он никогда не выступал ни против войны против Украины, никогда он не выступал против ни одной цели, какую Путин ставил перед ним и какую он регулярно выполнял. И в этот раз он в очередной раз заявил о том, что как он достойно, в кавычках, проявил себя, соответственно, в Африке, в арабских странах, подчеркнул на Украине соответствующим образом, что всегда он действовал только в интересах Российской Федерации, что надо в данном случае понимать как синоним путинского режима. Ну, я уж не говорю о том, что мы знаем о самому господине Пригожине, чем он занимался до того, начиная от фабрики троллей, до убийства журналистов в Центральной Африканской Республике, всеми теми проектами занимался. То есть фигура физиономии и политический портрет господина Пригожина совершенно ясны. И ничто из того, что происходило в течение этих 24 часов, накануне этого и после этого, никоим образом не изменило этого портрета, наоборот, добавило только более ярких красок и более очевидного представления, что он из себя представляет. Так что общая оценка заключается в том, что в Банке Пауков пауки поспорили по поводу того, какое место один из них должен занимать в этой банке. И возникший конфликт был решен таким образом, каким он был решен. Но в ходе этого процесса мы выяснили, собственно, и весь мир это выяснил, что ЧВК «Вагнер» действительно является одной из наиболее боеспособных группировок среди силовых организаций России. Возможно, у этой группировки действительно есть сторонники и симпатизанты и в различных высоких коридорах и Министерства обороны и Генерального штаба, возможно, еще где-то. Мы видели, что отдельные части и подразделения либо не оказывали сопротивления, либо присоединились к ним, я имею в виду, к подразделениям ЧВК «Вагнера». Такой легкий проход через три большие территории, а именно Ростовская область, Воронежская область, Липецкая область, как утверждает тот же самый Пригожин, 780 километров за 24 часа. Это, кажется, самая эффектная и самая впечатляющая специальная военная операция, которую когда-либо осуществляли российские силовые структуры за последние, ну, три десятилетия, это уж точно. Что говорит о том, что, значит, вот, что из себя представляет эта группировка. Хотя, судя по всему, в ней, вот во всем этом походе участвовало не более 5000 человек, судя по количеству машин, которые были использованы. Ну, там тысяча машин на Москву и, наверное, машин 200-250 на Ростов, не больше. То есть все это выходит примерно тысяч пять, собственно говоря, это одна бригада. Вот. И важную часть, которую мы, конечно, узнали, это тот страх и тот ужас, который обаял Путина. И часть путинского режима, вот, начиная от всех этих заявлений, которые делал и сам Путин, и там его, некоторые из этих коллег, перерывание экскаваторами дорог, ну и так далее. То есть удалось потрясти вот этот режим, но это потрясение внутри самого режима относительно распределения мест, власти, полномочий в рамках этого режима. И вот это для нас является чрезвычайно важным. Значит, о чем они договорились и кто именно договаривался, я думаю, что мы в этом еще узнаем. Поэтому, даже если формально подобные переговоры вел Лукашенко, то ясно, что он не мог бы проводить эти переговоры без явных полномочий, которые ему были переданы Путиным. Вот. И поскольку это произошло в тот момент, когда передовые колонны Вагнера находились в Тульской области, и поскольку фамилия губернатора Дюмина неоднократно появлялась в этот момент, а потом он постарался, насколько можно, тихо уйти в тень, я не исключаю того, что участие Дюмина, бывшего личного охранника Путина, лица очень доверенного, лояльного и пользующегося исключительными полномочиями лично от Путина, там мы, видимо, рано или поздно тоже обнаружим. Дорогие друзья, мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча «Гордон Шоп». Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин «Гордон Шоп», покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки «Гордон». И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Но как бы то ни было, главные выводы, которые мы можем сделать и для самих себя, для понимания характеристики нынешнего режима, и для того, что может, могла бы и должна была бы делать российская оппозиция. Первое. Конечно, публичному лицу путинского режима и лично Путину он несет очень болезненный удар. Это его унижение, публичное унижение, которое продолжалось 24 часа, поэтому я даже свой текст так и назвал «24 часа страха». Имеется 24 часа путинского страха и даже путинского ужаса, поскольку удар пришелся вовсе не совсем оттуда, откуда, возможно, многие из них ожидали. И одновременно с этим целый ряд представителей путинского режима набрали воды в рот, и в том числе официальные пропагандисты тоже набрали воды в рот, что на самом деле продемонстрирует, насколько хрупким является вот этот самый путинский режим. Но эта хрупкость просекает не от удара сейчас извне, а от удара изнутри. Это первая часть. Тем не менее, несмотря на все это публичное унижение, на всю эту демонстративную слабость, которая была показана на все эти 780 километров за 24 часа, на 6 вертолетов и самолет сбитые, частные военные компании, судя по всему, либо без потерь, либо с минимальными потерями со стороны ЧВК. Вагнер что-то уже кое-что говорит о качестве соответствующих сил. Несмотря на все это, как мне кажется, с чисто военной точки зрения, режим не понес больших потерь. Вы уже сами отмечали в некоторых своих комментариях и вчера, в частности, о том, что не было ни одного отзыва частей со стороны фронта, с линией фронта. И даже наоборот, там похоже на белгородском направлении, на каком-то еще другом, похоже, даже произошло усиление. То есть, на самом деле, даже в этот момент довольно неприятный и очень болезненный, ослабление линии фронта не произошло. И, скажем так, облегчение ситуации для украинцев, для ВСУ, для Легиона и для РДК тоже не произошло. Это тоже надо иметь в виду. То есть, с одной стороны, мы видим публичное ослабление режима, но в военном отношении кажется, посмотрим еще, что будет дальше, но кажется, существенных изменений не произошло. Очевидно, что Путин не забудет эти 24 часа животного страха, который он пережил и в ближайшее время, и, собственно говоря, даже не только в ближайшее время, именно сейчас он осуществляет действия по оккупированию последствий этого мятежа. Мы видим, что за последние 48 часов никаких публичных заявлений со стороны Путина нет. Вчера весь день сайт Кремля не сообщал ни о чем, несмотря на то, что даже ближайший партнер Путина Лукашенко сообщил как минимум о двух дополнительных телефонных разговорах, которые он проводил, а сайт Кремля об этом не сообщил ничего. Да, к этому надо, конечно, сказать, что вот эти 24 часа страха и позора сопровождались звонками Путина, кому? Лукашенко, Мерзееву в Узбекистан, Атакаеву в Казахстан и Эрдогану в Турцию. И очевидно, что эти были звонки с просьбами о помощи. И вот я должен сказать, что в истории, наверное, России много было всякого, но вот такого, чтобы какие бы то ни было лидеры России или каких-то государственных образований на территории России от Московского княжества, Русского царства Российской империи, Советского Союза и даже предшественника на троне Российской Федерации, чтобы обращались, ну, в частности, в эти столицы за помощью для разрешения внутри российского конфликта, вот такого в истории не было. И, кстати говоря, на сайте Эрдогана содержится заявление со стороны Эрдогана готовность оказать помощь Путину в разрешении внутрироссийского политического конфликта. Но вот такого, чтобы, значит, турецкие султаны оказывали помощь московским царям, генсекам и президентам для решения внутриполитических конфликтов, такого в истории точно не было. Вот, ну, как бы то ни было, поскольку это все произошло, и мы кое-что знаем тоже о фигуре Владимира Путина, у нас не остается никаких других предположений, кроме того, что он лихорадочным образом решает сейчас и будет решать в ближайшее время все вопросы, связанные с природой, последствиями этого кризиса. И я не вижу никаких других направлений его действия, как гораздо более жесткого ужесточения режима, кадровой ротации, кадровой зачистки. Я думаю, что самый аккуратный или самый точный анализ, кто как себя вел и кто как должен быть наказан, проведет, конечно, Владимир Путин. И по его решениям, и в том числе кадрового характера, мы будем постепенно, может быть, не так сразу, учитывая традиции Путина, но я думаю, что в этот раз он не будет слишком долго затягивать, учитывая драматичность момента, мы будем узнавать о том, кто какую роль играл или кто играл, по мнению Путина, ту или иную роль или сможет сыграть в дальнейшем. Это один блок и другой блок. Обязательно надо об этом сказать. Я прошу прощения, Илья Владимирович, я вот сейчас последнюю вещь скажу, и потом мы перейдем к обсуждению этих и, возможно, других вопросов, которые... Я думаю, что для представителей российской оппозиции является абсолютно недопустимым пропустить этот случай не только с точки зрения формулировки, выводов, что нам делать и какую-то информацию дает для российской оппозиции, что работает и что не работает. Это наша одна из любимых тем, какую мы неоднократно затрагивали и обязательно будем затрагивать. Но я должен сказать, что обязательно необходимое обсудить вопрос, чего в любом случае делать нельзя. И мы видим, что некоторые представители российской оппозиции, которые всеми силами блокировали участие части российской оппозиции в совместных усилиях, даже в координации своих действий, исключали из любого обсуждения, включая вас, Илья Владимирович, по совершенно надуманным поводам. И те же самые представители российской оппозиции, которые занимались именно этим, моментально, буквально в течение нескольких часов в крайнем случае, притягнули практически на верность уголовнику-бандиту, значит, у которого не только там руки по крови, по самые уши, у которых преступления против российских граждан, против граждан большого количества стран, кто ответственен за убийство в том числе и российских журналистов, кто не скрывал своих имперских агрессивных намерений никогда, в том числе и в течение этого путча. И вот притяга на верность или поддержка, чем бы она ни бы вызывалась и не обосновалась, вот это требует очень серьезного разговора среди российской оппозиции, потому что это не только дискредитация соответствующих лиц, но это нанесение прямого, не только политического, но и очень серьезного ущерба вообще для всей российской оппозиции. Кстати говоря, именно эти лица, которые блокировали в частности вас или некоторых других участников демократического движения, приглашали вот этих самых лиц во всякие места, включая Брюссель. Но тут мы и выяснили, значит, что почем, что стоят вот эти формальные заявления о якобы неготовности или неприятии так называемого насилия. И с другой стороны, готовность притягать или поддерживать самое отвратительное насилие, какое только может быть со стороны уголовников, которые пользуются тем или иным моментом для того, чтобы решать свои собственные вопросы, еще раз скажу, не политические вопросы, не вопросы политического режима, не вопросы свержения Путина, не вопросы даже ослабления Путина, а исключительно свои шкурные интересы.